Девушки отдыхают Волшебная лампа. Ее вел творческий тандем. Олег и Всеволод Хрипунковы. Отец и сын. Ну что, уговаривать я тебя не буду. Как знаешь. И пошел юноша, один-одинешенек, спасать принцессу. Телепрограмма «Волшебная лампа» это такая семейная домашняя телепрограмма. Все темы и сказки взяты просто с полки, с книжной полки. Я эти книжки читал сыну. Он на них воспитан. Визуальный ряд передачи, по словам автора, ему навеял японский театр кабуки. Плоские фигурки куклы, которые оживляла игра теней и света. Все фигурки, которые стояли перед нами на столе, вырезала моя крестная вместе со своим мужем. А частично в этом процессе присутствовал я. То есть эта работа шла еще и за пределами съемочной площадки. Главная роль, роль сказочника досталась именно Севе. В то время ему было 9 лет. Но наши сказки, они большая часть это история. В этой истории нужно играть. Там есть разные образы, злые, добрые. Я в них живу одинаково. Я смотрел на своего удивительного, всезнающего, всеумеющего отца, который мне говорил так. Вот здесь ты должен сказать это, как будто ты девочка. Я думал, как так? Я же мальчик, я не могу быть девочкой. А он говорил, ну, прости, пожалуйста, но это роль твоя. Вы посмотрите на меня. Я же девочка. Да, действительно ты девочка, согласился король. Что есть, то есть. На самом деле мне приходилось быть достаточно жестоким. Родителям. Были моменты, когда мой сын снимался с температурой. Он был болен. Ему было плохо. Но я ему объяснял, что мы не можем подвести людей. И мы здесь не вдвоем, а это целая группа работы. Мы снимали целый день. Я болел. Мне говорили, что у меня был жар, но программа была запланирована. Поэтому я должен был сниматься. И я запомнил ее, потому что, преодолев вот этот вот рубеж, снявшись, показав, что я могу, я заслужил уважение взрослых. Со мной взрослые дядьки, которые вызывали у меня восхищение, здоровались, прожимая мне руку. Источником для экранизации стали сказки Андерсона, Юрия Коваля и шведской писательницы Анни Шмидт. Можно привести пример самого яркого сотрудничества. все-таки, наверное, это Евстифийка Волк. Самая дурашливая, где мы разговаривали не классическим русским языком, а говор использовали, гекали. Вот. Дурачились, как могли. Нечего стало Евстифийке есть. И вот приходит он к старику и говорит. Здорово, старик! Оживляя образы, герои сами отыгрывали множество ролей и характеров. Вообще, вот эта сказка – это мир ребенка. Это он ее рассказывает. Это тот мир, в котором ему интересно находиться. Ну и тут где-то бегает, суетится какой-то непонятный взрослый, вроде как папа. Вот. Поэтому я всегда находился на заднем плане, либо соразмерно именно с куклами. В 2003 году на фестивале детского аудиовизуального искусства в Орленке программа заняла первое место. Сложилась уникальная ситуация. Председатель жюри, журналист Александр Гордон, в других номинациях ни одного первого места не присудил. Огромное спасибо работникам телекомпании, которые с готовностью помогали. Потому что, как ни странно, я видел по глазам, что людям приятно и интересно принимать участие в том, что интересно. Сейчас педагог и психолог Всеволод Хрипунков в свободной от работы и получении второго высшего образования время сам пишет сказки. Все это пишется в стол, и я надеюсь, что когда-нибудь это увидит свет. Но даже если этого не произойдет, для меня счастье вот снова попасть в тот самый мир, о котором я говорил, снимаясь в программе, который я читал в своем детстве и который я пишу сейчас.